Здравствуйте дорогие друзья, это снова международный карантин. У нас сегодня на прямой линии Италия. Это Оксана Мишкиева, которая с удовольствием отозвалась сказать о Италии. Мы с вами знаем то, что в Италии была очень сложная ситуация из социальных сетей, из интернета, из видео. Было очень много душеразделяющих видео и Оксана отозвалась нам рассказать о своей стране. Итак, дорогие друзья, встречаем Оксана Мишкиева, Италия. Здравствуйте, меня зовут Оксана, я живу в Веронии, Италия. И расскажу о том, как мы проживаем этот карантин, этот сложный период для всех. Оксана, давайте сразу перейдем ближе к рассказу, поскольку мы все знаем, очень много было новостей, очень много было видеороликов, особенно душеразделяющих из Италии. Я даже смотрел ролик, где, видимо, официальные каналы какие-то показывали, официальные каналы Италии о том, что Италия просила помощи и в какой-то степени укоряла другие страны, то, что страны им, другие страны, соседние, да, там, те же Соединенные Штаты, ну, и, по-моему, даже Россия укоряла, что эти страны им не помогают. Я бы хотел, чтобы вы нам это подробно рассказали, но при этом условие такое, что от первого лица, то есть вы как человек, который поживает там. Давайте начнем, вот когда у вас появился первый зараженный коронавирусом и как вообще люди, обычные люди готовились к пандемии? Ну, первый зараженный, о первом зараженном мы услышали 21 февраля, я это хорошо помню, это был последний учебный день перед школьными каникулами. Каникулы у нас были запланированы быть, должны были быть короткие, там буквально даже не полная неделя, это был последний день каникул, и мы должны были быть дома суббота-воскресенье, плюс еще три дня и в четверг выйти в школу. То есть о том, что появился первый зараженный в Милане, Милан это мегаполис большой, это регион Ломбардия, и это промышленный центр, там много производства, это бизнес, это логистический центр такой. И оттого сначала, конечно, все испугались, потому что много людей, много большой движения там, оттуда во большое движение, туда много направляются. И, к сожалению, власти итальянские первое сообщение о том, что появился зараженный, первое сообщение было, не будем паниковать, излишней паники не будем разводить. И вот первое сообщение, это было, наоборот, к сожалению, возможно, это было вот их ошибкой роковой, недооценение вот этого, этой опасности, этого заболевания. И закрыли сначала только город, это город под Миланом Кудоньо, закрыли его полностью, то есть всех жителей там. Потом появился еще один в регионе, уже в нашем регионе, в соседней провинции тоже, и закрыли вот именно эти небольшие города. В общем, в принципе, для нас ничего не изменилось, нас предупредили, что наши каникулы продлеваются еще на три дня, то есть вместо того, чтобы выйти в четверг, вот, мы выйдете в понедельник, то есть, ну, на том и отпустили, никаких ограничений у нас не было, и хоть люди и изначально испугались, потому что, естественно, мы много слышали новостей из Китая о том, что там была очень сложная ситуация, небольшая паника, но не паника, ну, побежали покупать продукты и товары, как бы, в магазины, но вот эти пустые полки, которые снимали, в принципе, их сразу же были поставки, сразу же это выставлялось, в принципе, я лично пустых полок не видела. Вот, потом это была не одна, это была волна паники, было, наверное, даже две такие вот, но, в принципе, поставки работают хорошо и все восполнялось, изначально сказали просто, что это карантин, и люди, как и везде, это восприняли как за каникулы, то есть это они продлили школьные каникулы, ходили по гостям, потому что ограничений не было, не сказали, сидите дома, сказали, мы перекрываем вот эти зоны, сказали, что дети не пойдут в школу, вот, и что там, конечно же, ищут эту цепочку заражения. Молодой человек, который был вот у нас пациент один, он был социально активный, он и участвовал в спортивных соревнованиях, он ходил на ужины, он встречался с людьми, вот, и, конечно, все с опасением ожидали вот последующих новостей, что нам дальше скажут. Через какое время народ понял, что, вот, вы правильно заметили, да, поскольку сейчас ходила информация, что итальянцы тогда объявили, чтобы там, там, режим самоизоляции, итальянцы действительно восприняли это как каникулы, и пошли все по паркам гулять, да, вот так, когда именно народ понял, что действительно это очень серьезно? После того, как у нас объявили сначала карантин, потом вот это вот, это были два небольших города, которым объявили красные зоны, потом появились еще вокруг этих красных зон оранжевые зоны, где были тоже ограничения, потом уже в воскресенье 9 марта, 9 марта было, да, объявили о том, что вся Италия объявляется красной зоной, о том, что запрещается выходить из дома, что из дома выходит только в магазин за продуктами один член семьи, а, допустим, не вдвоем, не втроем, только по одному, желательно там, ну, раз в несколько дней, соответственно, выходит только в аптеку, то есть самые жизненно необходимые нужды семьи, по остальным, остальное все, как бы, все сидите дома. Закрыли все предприятия, остались открытыми только магазины продуктовые, аптеки, вот, и все, соответственно, связаны, это логистика, транспортные компании, которые, ну, обеспечивают поставки, в принципе, у нас всегда все было, ну, исключение, может быть, я потом расскажу, что у нас, может быть, пропало, вот, и оставили, разрешили работать, то есть не распространялось ограничение, это аграрный сектор, это сельско-промышленный сектор, потому что это жизненно необходимо, тем более в Италии этот сектор, это очень важный, вот, и поэтому все, что связано с сельским хозяйством, их не ограничивали. То есть также были закрыты торговые центры все, все места массового пребывания, да, парки. Да, их закрыли еще в период карантина, но там тоже такие качели. Период карантина, это какой период, Оксана? То есть в период карантина потом они закрыли, они закрыли сначала все полестры, потом почему-то их открыли. Я помню в период карантина, когда еще можно было ходить куда-то, мы ходили в библиотеку, например, с детьми. Оксана, простите, вы говорите период карантина, сейчас у вас как? Самоизоляция, сейчас более строгая, то есть сначала они объявили карантин о том, что не работают детские учреждения, вот, а потом уже более строго, я называю уже изоляцией, когда они уже призвали, все сидят дома, это уже период с 10 марта, строго стало. Это по-русски это чрезвычайная ситуация или просто обозвали самоизоляцией, там, не есть откуда, на законодательном уровне это как звучит по закону? На законодательном, но как бы да, то есть это физвитальная ситуация, потому что если вас остановят на улице и у вас нет веских причин, почему вы не дома, это уголовная ответственность, это штраф. Уголовная или административная? Уголовная ответственность, то есть если вы потом будете делать справку о несудимости, у вас будет показывать, что вы судимы, уголовная ответственность. Могут посадить до пяти лет. Могут посадить в тюрьму даже. То есть таким образом государство отреагировало на... Да, да. Естественно, как бы сначала ввели этот штраф в 300 евро, потом сейчас его сделали от 400 до 5000, потому что, ну, не могли остановить всех, потому что здесь в Италии любят бегать по паркам, закрыли уже, потом на самоизоляции уже закрыли все парки, запрещено сидеть на лавочках, запрещено выходить в парки, запрещено выходить на площади, то есть любой... Потому что в начале, вот когда еще было, в начале марта, в конце февраля, рестораны не были закрыты. Они были закрыты после шести. То есть до шести работали бары. То есть они сначала ввели полумеры. Эти полумеры, к сожалению, ни к чему не привели, то есть все равно вирус распространялся. И это были открытые спортзалы, не театры. Театры и стадионы были закрыты с самого начала. Но оставались еще открытые, я помню хорошо, что я ходила в спортивный зал, мы ходили в библиотеку, были открыты рестораны и бары, которые могли гарантировать посадочные места, то есть у бара нельзя было пить кофе больше, но посадочные места с расстоянием больше полутора-двух метров. Эти полумеры ни к чему не привели, и тогда уже 10 марта закрыли, остановили все. То есть 10 марта объявили ЧАЭС? Да. Как вы, вот вы как обычный житель Италии, как вы готовились к пандемии, к вирусу, как вы велись к себе на карантине, и к главному, который перешел в чрезвычайную ситуацию? Вы закупали там какие-нибудь продукты, бежали там в торговый центр и что-нибудь такое? Ну да, естественно, от того, что нам не советовали ходить в магазин каждый день, я сделала закупку такую, что мне на неделю, на 10 дней мне этого хватает, шила маски. Шила маски на всю семью, потому что маски как таковые особо спросом не пользовались, то есть нам не нужны были, не знаю, там, сколько они стоили до карантина, до коронавируса, не знаю. Но когда вот эта вся ситуация появилась, они вообще исчезли. Вот. И я сшила маски, сшила маски на себя, на всю свою родню, и вот первые несколько дней тут у меня был швейница. На сегодня какая ситуация вот с средствами индивидуальной защиты, с теми же масками, перчатками? Да, как я уже сказала, вначале они вообще полностью исчезли. Не было ни вот этих гелей дезинфицирующих, не было... У меня просто был припас, потому что я всегда держу в сумке, поэтому меня это не интересовало. Масок не было, я сшила. Потом эти маски, они кончались везде. Ситуация была довольно-таки сложная для всей Италии, особенно для больниц. Вот вы спрашивали тоже вначале про то, как вот Европа. Да, Италия просила помочь Европу, к сожалению, не помогли. Евросоюз. Помощь поступила из Китая, из России, из Кубы, из Албании. Вот. Я получила много благодарности как вот жители России, что вот именно Россия, да, в сложный момент, помогла Италии. Вот. Привезли... Секундочку, то есть ваши знакомые, которые знают то, что вы из России, узнав о том, что Россия помогла, оказала гуманитарную помощь, они вас благодарили за Россию. Да, я там кучу солнышек мне прислали. Спасибо, Россия. Ну, Россия и Италия всегда были очень дружественные страны, даже в период Советского Союза, поэтому они очень тепло относятся к России, в Италии хорошо относятся к России, да. Но это была большая благодарность, потому что прислали много, здесь даже кинули кличи среди русскоязычных, вот переводчиков, у меня был опыт тоже помочь нашим врачам, вот именно русскоговорящих переводчиков в больнице, я тоже сказала окей, вот. Вероне не нужно было, потому что их отправили в города в более сложной ситуации, это Бергамо, это Милан, в те вот стороны у нас, но тем не менее, как бы, эта помощь была реальной, существенной, и это освещалось и по телевидению, и в социальных сетях, и как будто мы вот между собой, вот русскоговорящие, мы тоже об этом знали. На сегодня какая ситуация с масками и дорого ли они стоят? Вот. После того, как их не было и был такой дефицит, стали переспециализировать швейные цехи, шить сами, типографии из нетканных материалов стали стамповать. первые, конечно же, партии шли на нужды госпиталей, больниц, и потом стали обеспечивать население, вот я говорю про Верону, наша, наша коммуна, вот именно, они всем разнесли, вот мы тоже получили, нашла почтовые ящики, три маски, многоразовый использование, их можно дезинфицировать и опять использовать. То есть их раздали бесплатно, сейчас они в продаже есть, они стоят недорого, в принципе, как бы сейчас все спокойно. Те же самые гели, которые, дезинфицировающие гели, они сначала тоже исчезли, появились рецепты, и по телевизору показывали, там профессор медицинских наук, вот показывал, как вот можно из этилового спирта добавлять и сделать тот же самый дезинфицировающий гель, который можно использовать, он эффективный. Вот, сейчас он в продаже есть, в принципе, есть все, и спреи, и гели, стоит, в принципе, так же, как и до кризиса, до коронавируса. То есть все уже, вы можете сказать, то, что на сегодня ситуация с коронавирусом, как бы люди привыкли и соблюдают все запреты, установленные государством, и при этом понимают это на своем ментальном уровне, что нужно именно так совместить. Вот сейчас, да, вот сейчас, потому что был долгий период, к сожалению, что, может быть, это было недооцененности со стороны властей и СМИ, потом они стали, наоборот, еще больше пугать, но очень много было случаев, к сожалению, что, потому что контролировали, контролировали всех, и было все равно много, вели армию, то есть армия помогала в городах контролировать проезжающих, выезжающих, гуляющих, по паркам гуляли все равно, и у нас недавно прошла Пасха, и на Пасху тоже выезжали, то есть выезжали на свои, там, обычно у некоторых бывает, как скажем так, два дома, домик за городом, там, или у моря, были попытки куда-то уехать, или поехать кому-то в гости, собраться в компании, вот, но в основном, в основном, конечно же, сейчас, насколько вот я вижу, среди знакомых, среди друзей, то есть все сидят дома, да. Все сидят дома. Вот у меня была передача с Мадридом, там Савгара сказала, что Мадрид на сегодня пустой, вообще никогда такого не было, это уникальная ситуация. Тоже так же, ваш город, да, Верона? Ну, я живу в таком, в небольшом районе, такой спальный район, у нас нет многоэтажек, маленькие дома, узкие улицы, вообще изначально, то есть, в нашем районе маленькое движение было, но были такие, допустим, места, допустим, наш крупный супермаркет, где всегда много людей, где всегда при выезде становится такая небольшая пробка, или, какого-то движения все равно видела, сейчас ничего нет, то есть при выезде вообще машин нету, то есть выехать там, где была пробка, сейчас машин нет вообще. Я вижу в социальных сетях у знакомых, кто живет в центре, фотографии центра, Вероны, пусто. Причем Верона, это город туристический, это, по-моему, насколько я знаю, пятый город по посещаемости в Италии, в Италии, и очень много туристов, то есть у нас в центре всегда было много людей, с семи утра до позднего вечера у нас много туристов всегда в центре, сейчас пусто, да. Я разговаривал с Соединенными Штатами, и мой собеседник высказал такую версию, что американцы, они психологически чуть-чуть бы как бы неустойчивы, но не как мегасияния, и они уже, им надоело сидеть в четырех стенах, они начинают психовать, и отчаяние в людях уже видится, слышится, там чуть ли не хотят выходить, митинговать. Вы знаете, да, у нас в Осетии недавно был митинг. Как психологическое состояние итальянца? Какое? У итальянцев, у них это стиль жизни, общение, то есть это пить кофе в баре, это болтать во время аперитива, это шумные компании, это всегда обед или ужин, всегда в компании, то есть даже это больше, чтобы не поесть, а пообщаться, тяжело им далось и привыкнуть к условиям изоляции, закрыто, и они очень пропагандируются и поддерживаются, здоровый образ жизни, это движение, это спортивные залы, это очень людей много, которые бегают на улице, есть специальные дорожки, и тяжело удалось, тяжело, то есть до последнего вот ходили эти видео, что на улице там снимали, кто-то до сих пор все еще бегает, не может все никак привыкнуть к таким условиям, но вот среди моих друзей, среди моих знакомых, я вижу, что все вот как бы приняли эти условия, сидя дома, немножко устали, немножко им надоело, немножко уже как бы беспокойство о будущем, экономическое положение, и каждой семьи в отдельности, и в общем целой страны, конечно, беспокоит, но в общем они вот эти приняли условия, и в общем все сидят дома, да, то есть, ну перешли теперь уже на видеозвонки, все чаты разрываются от сообщений, все стали готовить, многие занимаются спортом дома, кто-то, то есть есть же, сейчас многие спортзалы перешли на онлайн, на тренировки, кто-то там ведет танцы, кто-то ведет какие-то кулинарные, передачи, да, да, передачи, поэтому в принципе стараются найти какой-то вот выход из такой ситуации. Давайте поговорим о медицине. Мы видели очень много видео из больниц Италии, ну это были такие душераздирающие снимки, я же просил вас готовиться, это вы, наверное, у вас есть знакомые, которые работали, работают, да, медучреждения, что они говорили, как они, вот. У меня лично таких знакомых нет, но в принципе каждый день показывают новости, от этого уже никуда не лезут, то есть это главная и основная тема всех новостей. Больницы, система медицинская, к сожалению, не была готова к такому большому наплыву больных, тех, которые нуждаются в госпитализации, тех, которые нуждаются в системе вентиляции легких, работают на износ, конечно, это дежурство по 12 часов, они прямо и живут, и прямо в больницах, и не хватало медсестер, сейчас стали и до этого, и вот сейчас, когда стала спадать заражаемость, все равно увеличивали штат и медсестер, и врачей, потому что, к сожалению, и заразилось много медицинских работников, вот, но ситуация сложная, тяжелая, да, появились специализированные госпитали, то есть их открыли в больших помещениях, в которых проводились выставки, появились специализированные госпитали, где вот именно целенаправленные, только для больных, вот с таким диагнозом. То есть медицинские учреждения перестраивались, да? Да, отменились все плановые операции, отменились там какие-то обследования, то есть только срочные, срочные операции, или вот все остальное, все остальное именно брошено для борьбы с коронавирусом. Ходила тоже в сети информация, что морги Италии не справлялись. Что делали с телами умерших? Каким образом проходило захоронение? Это правда. В городах красной зоны, это в основном, конечно, в этих городах, было очень много умерших, и не справлялись ни морги, ни крематорий. Крематорий работали по 24 часа в сутки, вообще не выключались. Вывозили гробы в соседние города, в соседние регионы, к нам Верону привозили. То есть уже переполненные кладбища, и гробы развозили в соседние, это правда. Как реагировало население на такие вот новости? Ну, это, конечно, и трагедия, и боль для всей Италии, потому что столько умерших, это же, ну, действительно, много, это целое поколение. То есть Италия, это страна долгожителей, насколько я знаю, это вторая страна после Японии, по количеству долгожителей. Здесь никого не удивить, там, старенькими, очень старенькими бабушками, дедушками. Конечно же, как и всеобщая тенденция, что умирают самые слабые, которые имеют хронические заболевания. Чаще всего это старшее поколение, чем старше, тем более опасно, конечно, для такой вот, для такой болезни. Вот, и это трагедия для Италии, конечно. Много пожилых людей, да, ушло? Да, много пожилых людей. Заразились и умерли также и врачи, которые работали. Заразились медицинский персонал, были заражены среди кассиров магазинов, которые, ну, работали с большим количеством людей. Дома, ну, дома престарелых, где вот обычно живут вот пожилые люди, были такие случаи, что просто заражались вот именно вот в этих домах. И там вот все люди, они же вот именно как бы группа риска, заражались и жители, и гости, вот это вот, как называют они гости, этих структур, и даже и персонал. А почему государство не ограничило доступ до моего престарелых? Ну, они когда нашли, они все, то есть его потом закрыли, то есть никто не входил, никто не выходил из таких учреждений, но он был уже внутри. Понятно. Конечно, это горькая, это горькая вот эта такая вот сторона, то есть это трагедия для народа, то есть действительно все грустно, очень грустно. Очень грустно, и согласно статистике, Италия по смертности на втором месте после Соединенных Штатов 24 648. Да, очень, очень. То есть как бы тут, знаешь, каждый день эти новости, как с передовой, то есть сообщается о количествах зараженных, сколько умерло, потом уже с надеждой, вот у нас есть и выздоровевшие, сейчас уже идет уже динамика заражаемости, идет на спад, но умирающих все еще много, я думаю, что те вот умирающие, которые заразились еще, когда была еще высокая заражаемость, растет число выздоровевших, растет число, точнее уменьшается количество людей, нуждающихся в интенсивной терапии. Вот, то есть идет положительная динамика, но все равно еще как бы много, да. Ваш вывод, медицина Италии, а, ну вы уже сказали, что не было готово, да? Готова не была, тут как бы сказать, то, что готова не была, это было очевидно, и невозможно было к этому, видимо, подготовиться, но как она справилась, конечно же, это было очень тяжело, спасибо большое всем вот нашим врачам и медикам, той помощи, которые приехали из Китая, из России, из Албании, из Кубы, потому что изначально, в первый период, когда вот только в Италии, Италия первая страна, которая, ну, обнаружила этот вирус, Европа не помогла. Сейчас уже, по-моему, недавно какое-то количество больных, приняла и Германия тоже из Италии, но вначале, вначале, нет, не помогали, и условия, в которых они работали, условия тяжелые, сложные, когда уже просто не справлялись, но все равно продолжали выполнять свой долг, я считаю, они сделали больше, чем смогли. Но это, видимо, уже человеческий фактор. Понятно. Ну, традиционно, давайте поговорим о мерах поддержки, которые оказывало государство. Вы, наверное, смотрели эфир с Канадой, да, с Натальей. Да. Очень, для меня это было удивительно, я вот так с удивленными глазами весь эфир просидел, мне даже писали в комментарии, очень, я думаю, что очень существенные меры поддержки, при этом даже потом она в комментарии написала, что где-то что-то чуть-чуть ошиблась, но ее там заполнили, что в других регионах по-другому, но почти так же. И я очень был удивлен, захотелось ехать в Канаду. К сожалению. Вот мы говорим вот о предпринимателях, да, о среднем бизнесе, о малом бизнесе и непосредственно для людей, то есть для... Для оседления, да. К сожалению, у Италии был кризис и до коронавируса, кризис и финансовый, и экономический. К сожалению, возможностей нет у Италии так помогать бизнесменам, и потом, они же, когда вот это вот, вся эта политическая вот это движение, они это дело обсуждают, изначально же обсуждалось это на период до, допустим, до начала марта, потом до середины марта, потом весь март и апрель. Поэтому вышел не один закон, вот эти декреты о поддержке и защите, к сожалению, они недостаточно, они есть, но они маленькие. Например, индивидуальным предпринимателям, которые вынуждены, ну, теряют, а потеряют практически все, теряют бизнес и простаивают, выплачивают 600 евро. Месяц. Но это была первая выплата, вот, вторая выплата собирается сделать 800. То есть они выплачивают за первый месяц 600, потому что там получается как бы неполный месяц, за второй собирается, вроде как выплачивают, но учитывая, что предприниматели платят очень много налогов, это очень мало, это не покрывает, ну, это гораздо-гораздо меньше, чем те затраты и расходы, которые несет предприниматель, бизнесмены, вот, производители там, мелкие-маленькие. Это очень мало. А с налогами как? Предусмотрела ли государство освобождение от налогов, это уменьшение налогов, отстрочку выплат на налогов, арендных платежей? есть отстрочка платежей, не отмена, отстрочка платежей и налогов, я просто делала, посмотрела, могу даже сказать, отменили, отменили это прежде всего в красных зонах, то есть те зоны, которые пострадали больше всего, и есть налоговые льготы тем компаниям, которые остаются, но активными, потому что они должны работать, и у них есть дополнительные затраты, потому что они должны гарантировать, дезинфицировать помещения, вот эти все индивидуальные, средства индивидуальной защиты для своих сотрудников, у них идет скидка на налоги, идет скидка на аренду жилья, когда говорили о переносе, блокировании аренды и для населения, о том, что можно, и все кредиты, ипотеки тоже будут перенесены, но идет возмущение, что если даже вы мне перенесете на три месяца, потом мне все равно это платить, поэтому это еще на разработке, там есть вот какие-то вот выплаты, кто работают, наемные работники, там дополнительные 100 евро, но это опять-таки это очень мало, потому что затрат гораздо больше, были родителям с детьми с младше 12 лет, оплачиваемый отпуск, чтобы сидели дома, потому что школы закрыты, или бонус на бэбиситера, то есть те родители, которые должны работать, им идет бонус на бэбиситера. Нянечка. Да, 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 да. Вот. Те вот... Каких суммах бонус на бэбиситера? Это деньги те, которые... Деньги, да? Деньги, которые пойдут на оплату бэбиситера. А сумму не обозначало правительство? Ну, говорили про, по-моему, 500-600 евро. Но это все на этапе обсуждения еще. Нет, это уже принято. Это уже принято. Это уже принято, да. Вот. А те вот, люди, которые занимались, вот сотрудники, сотрудники, которые помогали всеми, приходили помогать убирать, или, там, смотрели за престарелыми, у них идет выплата 200-400 евро, но этого тоже мало. То есть, если... Если они потеряли зарплату, 200-400 евро, это очень мало. То есть, есть выплата, есть помощь, но она очень маленькая. Несущественная. Да. Поэтому здесь тоже сложно. для самых незащищенных, для самых слабых, у кого действительно большие трудности, и работает каритас, работает красный крест, есть волонтеры, есть ассоциации, которые помогают, привозят продукты. Почти что в каждом супермаркете есть, как вот в Калмыкии, полка добра, то есть, есть такие специальные большие тележки, то есть, и люди, которые хотят, могут там оставить любые продукты. Вот. И те, которые нуждаются, могут прийти взять. То есть, они стоят свободно, там, то есть, все, кто хочет, кладутся, кто хочет, берут. В принципе, я их видела, там всегда что-то есть. То есть, основные какие-то продукты, тоже пасту, какие-то соусы, это же основное, основное блюдо в Италии, да. Вот. То есть, те блюда основные, которые, те, можно приготовить, обычно я вижу, что там они всегда как бы есть. То есть, никто ни у кого не спрашивает, кто берет, сколько берет. Плюс еще и волонтеры, которые привозят домой продукты. То есть, поддержка есть. Многие компании стали помогать. То есть, есть компании, которые выделяли деньги, чтобы, ну, покупали продовольствие и раздавали. Раздавали населению, раздавали медицинским, то есть, кормили медицинских работников. Есть много компаний, которые переквалифицировались на пошив, на производство того, что, ну, что необходимо для госпиталей. Это и, ну, слышали, наверное, Армани шили медицинские халаты, Булгари проводили саниталайзеры, вот эти вот. Феррари, они стали производить аппараты искусственной вентиляции легких. И многие компании просто пожертвовали деньги, потому что организовывать это все, может быть, это было невозможно на этом производстве, но помогли деньгами. там. То есть, существенная, да, была благотворительность вакцинации со стороны вот этих мощных гигантов. Да, помогали, помогали. Я вот, мне принесли, я просто говорю про меня, то, что я увидела, принесли листочек, вот там, именно, мы вот, ассоциация помощи, если у вас есть сложности, ваши семьи, обращайтесь к нам. То есть, адресная, конкретная, есть же семьи, которые там нуждаются или не могут выйти в магазин, вот, поэтому, в принципе, поддержка есть. У меня есть знакомые, как-то. И такая информация, она дублируется еще на телевидении, в средствах массовой информации, в соцсетях, да? Да, да. Ну, дублируется также и сбор, постоянно есть вот или бегущая строка, или постоянно логотип, вот это вот, это банковские координаты, кто хочет сделать пожертвование, вот, и также и те ассоциации, которые помогают, наоборот, тем, кто нуждается, приносят на дом, то есть, мы носили маски, приносят этот, листовки, если вам необходима помощь, позвоните нам. Вот эта деятельность организована на государственном уровне или там сам кто захотел, организовал и начал действовать? Ну, это ассоциации, которые уже были, это волонтерское движение в Италии тоже хорошо развито, они уже, они были и они увеличили свою деятельность, то есть, у меня есть знакомые, которые не занимались волонтерством, вот, и в этот момент сложный, пошли помогать, потому что там нужны просто рабочие руки, нужно возить, носить, там, что-то делать. То есть, коронавирус объединил людей, так можно сказать? Да, да, но стараются помочь, стараются, конечно же, помочь между собой. То есть, выступают многие, говорят, сидите дома, ну, это, наверное, здесь везде звезды выступили, и платные каналы, фильмы, которые показывали, вот, стали бесплатными, открылись бесплатно ресурсы книг, вот, электронных книг, ну, сейчас еще вот этот, опять-таки же, спортзалы показывают бесплатно все свои занятия, то есть, стараются, ну, внести, вот, в общую борьбу, каждый по своим возможностям, по способностям, ну, внести посильный вклад. Понятно, спасибо. Оксана, я вас просил немножко еще узнать про сельское хозяйство, именно про деятельность сельскохозяйства, поскольку у нас республика, сельскохозяйственная, я знаю то, что вот, я изучил то, что в Италии 10% ВВВП, это тоже предприносит сельскохозяйство, и у вас очень, да, достаточно в большем, в большей степени развит растеневоз. Мне бы хотелось поговорить о том, как сейчас работают ваши сельскохозяйства производителей, и какую поддержку им оказывать государство, поскольку они дают хлеб, да? Да, да. Дают продукты питания. Да, это вот послемедицинный аграрный сектор сельскохозяйственной промышленности, единственное, которое не остановили и не ограничили. То есть, они как работали, так и работают. это же обусловлено тем, что они находятся там, не в городах же, не находятся. Да, то есть, во-первых, это же не фабрика, где большое количество, скопление людей, где на маленькой территории много людей. То есть, в основном же, они же выезжают на поля, на виноградники, сады, вот, и там нет такой плотности вот людей. Поэтому, и потом, это очень, как бы, жизненно важный и необходимый сектор страны. То есть, они же не могут там, ну, выключить свои эти растения, потом опять их включить как машину. То есть, а если, вот, и вот, вот та часть, которая сельскохозяйственного производства, которая именно на производство продуктов питания, вот, всего этого не была остановлена. Вот. К сожалению, например, и цветочный бизнес очень сильно пострадал, потому что это, видимо, не относилось к жизненно необходимым. Потеряли огромные убытки. Цветы, в актуальности нету в цветах, но только для медиков. Огромные убытки, потому что, во-первых, еще и закрыли границы, и те, которые работали на импорт. А товар такой, как цветы, он же долго не стоит, не лежит, поэтому, к сожалению, большие. Вот из этого секта, как бы, я увидела, ну, видела, показывали, что они пострадали сильно. А в основном, вот, все вот, аграрный комплекс, все работают, не останавливали. Также не остановили все вот эти обслуживающие компании, это транспортные компании, эти компании, кто занимается ремонтом, то есть, они все, обслуживание этих компаний, жизненно необходимых, они не работают. А есть ли какая-то поддержка на государственном уровне для сельхозтоваропроизводителей? Ну, вот, если у него есть потери какие-то, вот эти знаменитые 600 евро. Знаменитые 600 евро. И все. К сожалению, я звонила и спрашивала, вот, кто занимается вот таким вот, к сожалению, только вот это. Возможно, выйдет новый декрет какой-то еще, что-то, может быть, еще примут, потому что они, вот, то есть, они, когда закрыли, вот, на 10 дней, они рассмотрели закон на эти 10 дней, потом приняли еще на 2 недели, рассмотрели на 2 недели какие-то меры, то сейчас продлили на месяц, вот, и вот они вот каждый раз, они принимают законы, дорабатывают что-то, но это немножко, конечно, к сожалению, вот политическая система такая, что работают медленно. До какого числа у вас сейчас, скажем, ой, через? У нас сейчас до 4 мая, но у нас вот с этой недели уже начинает, мы вошли в фазу 1, то есть, когда у нас уже открыли книжные магазины, открыли магазины детских товаров, то есть, там, конечно, идут эти все правила, то есть, входить, обязательно, это на улице маски и перчатки, обязательно условия для всех, вход в магазин, ограниченное количество людей в зависимости от магазина, если это очень маленькие, то по одному, если чуть побольше, там ограниченное количество, то есть, люди стоят на улице, прежде чем зайти, то есть, ждут, что кто-то вышел и заходят. И дистанция, соответственно. Да, да, дистанция, то есть, все прилавки во всех магазинах, уже давно, это с самого начала, они огорожены, вот, красной лентой, там, или на полу, или красной лентой, то есть, не подходишь близко, то есть, они избегают близости вот этого контакта с персоналом, вот, то есть, со всеми вот этими мерами предосторожности, но начинают открывать, и это открыли у нас на этой неделе, с 4 числа, сейчас они рассматривают, какие и кто, как будет открываться, потом, то есть, там же идет категория производства, какая категория будет открываться, какое производство, то есть, потом уже, ну, далеко идущий план уже, что о том, что откроются школы, это возможно в сентябре, поменяется система образования, что это будет посменное обучение, часть обучения останется дистанционным. На сегодня обучение дистанционно, да? Да, дистанционно. Удобно детям? А удобно ли родителям? Ну, в принципе, у нас же сначала должны были быть каникулы, и вот эти два дня, то, что добавили, как бы просто рассматривали как каникулы. Потом первые две недели, типа сказали, еще две недели продлевают, тоже рассматривались как каникулы, но учителя вышли на работу, и они стали уже подготавливаться к дистанционному обучению. Потом уже выслали все данные, вот эти все, куда подключаться, каждый получил индивидуальный паспорт свой, открыть все вот эти конференции, постепенно стали наращивать объем обучения, все предметы, постепенно, конечно старшие классы большие, младшие классы гораздо меньше, но, конечно же, эта форма обучения не восполняет очное обучение, но, допустим, скажем, допустим, мы сегодня мне принесли таблет, потому что у меня двое детей, вот, они позвонили, спросили, а вам нужно? Я говорю, ну давайте, вот они, вот таблет, планшет, да, планшет, планшет, то есть они спрашивают, кому нужно, то есть это от государства, выдается, с условием, что используется только для обучения, но, как бы, и так тоже помогают, да. То есть государство, если в случае необходимости, может выдать гаджет, значит, планшет или что-нибудь такое для обучения детей в школе. Да. А еще как помогают, вот вы сказали, что еще так же помогают, как? Ну, в принципе, я вот пока увидела таблету. Оксана, спасибо вам большое, может быть, я забываю что-то спросить, ввиду того, что я не знаю особенности итальянской жизни. Может, вы что-то хотите еще дополнить? Ну, то есть сейчас же все вот эти учреждения закрыты, поэтому продлили действия всех внутренних документов, водительских прав, то есть они будут действительны и так же и после истяжения срока годности, то есть как бы если ваш внутренний паскот или права, они заканчивались в этот период апрель-май, то они все продлены до сентября. Автоматически? Да. Безусловно, да? Да. До сентября. А, кстати, у вас же много иммигрантов там? Да. Как они там поживают? Они, видимо, хорошо. Безпорядки не устраивают они там? Они хорошо так приезжали в Италию, потому что, как бы, скажем, у нас изначально была сложная ситуация с мигрантами уже, потому что ехали много, это вот приезжали. Волна была. Уже несколько лет волна туда идет, идет. Да, да, да. К сожалению, да. К сожалению, то есть приезжают не самые лучшие представители этих наций, которые едут. Самая часть. Ну, да. Но, видимо, тоже там у них условия. Здесь их принимают, кормят. Сейчас с условием этого карантина, изоляции их еще выдерживают еще и на карантине. То есть у них есть питание. растет недовольство итальянцев, но еще до этого, потому что вроде как Европа должны были этих всех мигрантов делить. Вот. Все это остается в Италии. Все остается. То есть потом они не принимают дальше. Сейчас эти новости исчезли с первого плана, но есть. И сейчас, к сожалению, тоже приезжают. Эта проблема остается и вынуждены принимать. иногда их обратно отправляют. Но есть и такие случаи, что они сюда приехали, там они приплывают, их подбирают и держат на карантине тоже. Те же самые условия карантина и для них. То есть огромная финансовая нагрузка для государства? Вот много всего, да. То есть в Италии много таких нагрузок финансовых и потом, видите, уже страдает наоборот и здравоохранение, института образования, то есть начинают хромать другие, потому что очень много, много, много затрат, конечно. Оксана, ну традиционно я всегда говорю, чтобы вы поздали нашим подписчикам, нашим зрителям. такой несложный период. Да, период очень сложный, период очень сложный, я надеюсь, что мы из него уже почти что начинаем выходить, но мы первые в него вошли в этот период. Я бы хотела вас предупредить, что этот будет период сложный и долгий, и чтобы взять на себя ответственность, вот каждый сам за себя, взял ответственность за свою семью и попытаться максимально соблюдать те подписания, те меры, с которых вас спрашивают, потому что этот период сложный, но гораздо сложнее будет в больницах и в госпиталях, вот те, которые как на передовой помогают выжить нашим близким, нашим родным, самые чувствительные, самая вот именно группа риска, это старшее поколение, постараемся сохранить бабушек, дедушек, и джава наших, и постарайтесь принять это все серьезностью и взять на себя ответственность, вот именно за свое поведение, предоставить все условия для своих близких, которые не могут выйти из дома и попытаться пережить этот период, найти какие-то новые ресурсы в себе, есть примеры, люди стали учить странные языки, которыми никогда не учили, занимаются спортом, то есть тем более сейчас в интернете есть все, поэтому можно и читать, и общаться, много чего, то есть на самом деле просто побыть самим собою и заняться чем-то дома, тоже можно заняться. Время поработать над собой. Да, то есть найти какие-то новые свои стороны, то есть неужели так сложно побыть дома самим собой, что... Спасибо вам, Оксана, вы очень приятный собеседник, очень хорошая продача, очень интересно вас слушать. Спасибо. Я очень рада, я надеюсь, что, ну, мое сообщение как бы, ну, будет принято. Очень круто. ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ